Внимательно изучите инструкцию перед началом анализа. Достаньте набор реагентов из холодильника и выдержите при комнатной температуре не менее 30 минут. В рамку микропланшета поместите необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы уберите в упаковку, плотно закройте и храните при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Для разведения проб промаркируйте одноразовые пластиковые пробирки объемом 1,5-2 мл. Внесите 990 мкл раствора для разведения образцов в маркированные пробирки. Внесите 10 мкл исследуемой сыворотки или плазмы. Тщательно перемешайте разведенные образцы. Проводите подготовку образцов непосредственно перед анализом. Не используйте образцы, которые были разведены более 2 часов назад. В три лунки микропланшета внесите по 100 мкл отрицательного контрольного образца. Внесите 100 мкл положительного контроля в одну лунку. Внесите 100 мкл предварительно разведенного исследуемого образца в одну лунку. Продолжение следует... Инкубируйте планшет при комнатной температуре в течение 30 минут. Три раза промойте лунки планшета, добавляя при этом в лунки по 350 микролитров промывочного раствора. Рекомендуется использовать автоматический микропланшетный промыватель Washer. Внесите по 100 микролитров кондюгата во все лунки. Инкубируйте планшет при комнатной температуре в течение 30 минут. Три раза промойте лунки планшета, добавляя при этом в лунки по 350 микролитров промывочного раствора. Внесите по 100 микролитров тмб субстрата. Инкубируйте планшет в защищенном от света месте в течение 15 минут. Сразу же после окончания времени инкубации внесите по 100 микролитров стоп-реагента. Инкубируйте планшет в течение 15 минут. Измерите оптическую плотность раствора в лунках с помощью автоматического фотометра в одноволновом при длине волны 450 нм или двухволновом при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620-655 нм в режиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok